Ваше Преосвященство, Владыка Игнатий, дорогие отцы, братья и сестры, я радуюсь возможности в день, когда мы празднуем юбилей всего храма, когда мы задумываемся о его многовековой истории, и когда он являет нам сейчас первозданную свою красоту после прекрасных реставрационных работ, совершить вместе с вами Божественную Литургию, действительно вспомнить историю этого святого места Первопрестольного Града, помолиться о городе нашем, столичном, о Москве, о Церкви нашей и о всех вас, кто с верой приходит под сенсию сего святого храма. Сегодня на Божественной Литургии мы прочитали апостольское послание к римлянам, где находим слова, помогающие нам многое понять, помогающие нам в значительной мере выстроить разумно и спасительно свои отношения с окружающим нас миром. Собственно говоря, храмы мы строим и восстанавливаем их именно для того, чтобы люди через молитву, через приобщение благодати Божией научились искусству жизни, научились мудрости житейской, открыли для себя нечто такое, что способно изменить их жизнь, наполнить ее подлинным содержанием, неприходящим смыслом, радостью, а Господи. И вот сегодня в послании к римлянам нам Господь как бы приоткрывает тайну человеческого благополучия, тайну человеческого счастья. Апостолы, обращаясь к римлянам, которые были людьми состоятельными, часто очень невоздержанными, потому что жили в условиях богатейшего столичного города с огромным количеством развлечений, с пиршествами, которые были частью культуры столичного города, с роскошью и комфортом. Римляне, которые очень дорожили этим стилем жизни, а для того, чтобы наполнить этот стиль жизни неким содержанием, занимались искусствами, для того, чтобы хоть что-то волновало душу. Ибо большее из того, на что уходились силы богатых жителей римской столицы, было направлено на совсем другое. И вот об этом другом, обращаясь к римским христианам, и говорит апостол, облегитесь Господа нашего Иисуса Христа «Ни в ваши мягкие туники, ни в ваше благовоние, ни в ваш жизненный комфорт. Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа». А для чего же нужно облечься? И тут же апостол говорит «Чтобы попечение о плоти не превратилось в служение похоти». Вот одна эта фраза стоит тысячи философских томов. Одна эта фраза помогает расставить все приоритеты в человеческой жизни, выстроить балансы, определить, что главное, что второстепенное. Апостол призывает богатых жителей Рима так жить, чтобы не оставляя попечения о плоти, не служить похоти. попечения о плоти это непременные условия существования человека. Можно сказать, что в каких-то условиях и при каких-то обстоятельствах попечения о плоти это есть нечто такое, что связано с самим выживанием человека. Ведь Господь создал нас таким образом, что мы должны питаться, отдыхать, одеваться, получать образование. Это его замысел. Он именно таким создал человека. Он мог бы создать человека совсем другим, которому не нужно было бы думать о поддержании своей физической жизни. или по крайней мере думать совсем немного, так, чтобы это не занимало никакого места в жизни. Но Господь облег нас в эту именно плоть. Дал нам именно эти человеческие силы, которые нуждаются в восполнении, в поддержании. Потому апостолы говорит, положительно говорит о необходимости нести попечение о своей физической жизни. Иногда задают вопрос священнослужителям грех или нет поехать в отпуск? Грех или нет приобрести то-то или другое? Грех или не грех пригласить людей на праздник и угостить их? Все из перечисленного может быть и греховным и святым. Все зависит от того, что происходит в нашем сердце. Если мы попечение о плоти превращаем в служение о похоти, мы погибаем. А что же такое похоть? А похоть это господство материального начала в человеке над душой. Когда все помыслы сводятся к этому материальному, когда забота о материальной стороне жизни становится доминирующей, когда все остальное из жизни исторгается, когда радость только в материальной плоскости, как и скорбь только в плоскости материальной, когда человек ни о чем не думает, как только о том, чтобы иметь больше материальных средств и больше тратить, и получать больше удовольствия. Мир сегодня идет по этому страшному пути, создавая цивилизацию похоти, а значит греховную цивилизацию, превращая похоть в идеал жизни. Какие там древние римляне, да они наскеты на фоне того, что сейчас происходит, в том числе и в нашей стране. Вот Господь и останавливает нас от этого образа жизни. Он нам не говорит отказывайтесь от зарплаты, не ищите материальных средств, не покупайте одежды, не стройте дома, не покупайте машину, не ездите в отпуск, не обращайтесь к врачу, не получайте образование, нигде этого не найдете в Слове Божьем. Он говорит о попечении о плоти, только предупреждает словами апостола, чтобы это попечение не стало угождением плоти, угождей служению похоти человеческой. Это величайшая мудрость. Тот, кто находит правильный баланс между духовным и материальным, становится человеком счастливым, внутренне богатым очень сильно. Такого человека не сокрушают какие-то временные материальные трудности, неудачи, сложности с карьерным продвижением. Такой человек способен разумом своим, силой духа своего управлять своей жизнью. Эти замечательные слова апостола сегодня в каждом доме нужно, чтобы знали. Чтобы эти слова хорошо знали наши дети, те, кто учатся в школах, студенты, люди среднего возраста и пожилого, и даже старого возраста. А легко или трудно не изменять попечение о плоти на угождение похоти? Легко. Если мы разум подключаем к нашим принятиям решений, если мы живем не по силе своего инстинктивного тяготения к тому или иному, если силой духа своего и молитвой можем управлять своим поведением, тогда легко. Но если нету господства разума над плотью, силой духа над инстинктивным увлечением, тогда мы становимся легкой добычей страстей, тогда ничто не может нас остановить, тогда попечение о плоти превращается в угождение похоти. Мы строим Божьи храмы, восстанавливаем старые. Наверное, не случайно все это совпало с нынешним этапом исторического развития нашего Отечества. Еще бы 20 лет тому назад, даже меньше, мои слова могли бы встретить у людей законное недоумение. Какая уж там похоть, есть нечего, денег ни на что не хватает. Наверное, сегодня кто-то скажет так же, но очень большая часть, если не большая часть нашего народа уже стоит перед этим выбором попечение о плоти или служение похоти. Поэтому очень важно, чтобы сегодня храмы становились местом молитвы, духовного размышления, духовного возрастания нашего народа. Тогда никакие соблазны не помешают нам сохранить идеалы Святой Руси. Те самые идеалы, которые подвигали народ наш на великие подвиги. Те идеалы, которые вдохновляли людей на строительство храма, на созидание Святой Руси. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, Владыка Игнатий, Клиру сего Святого Храма, всем прихожанам, всем, кто сегодня слышит меня, помощи Божией в устроении своей жизни. Пусть Божественная мудрость, несущая нам весть о спасении, полагается в основу нашего человеческого выбора, выбора пути, выбора идеала, и верим, что тогда милость Божья будет преклонена каждому из нас и к народу нашему. Радость будем иметь о Святом Духе, и подлинное благополучие, и плоть наша страдать не будет, ибо попечение о ней также предусмотрено Божьим замыслом о мире и человеке. Дай Бог, чтобы Господь давал всем нам силы идти тем путем, которому Он нас призывает. В память о сегодняшнем богослужении и о юбилее сего Святого Храма я хотел бы вручить вам, Владыка, этот образ Спасителя. Пусть Он своим перстом каждому из нас поможет определить и свое место в жизни и спасительность избранного жизненного пути. Аминь. Спасибо, Господи. С праздником всех вас поздравляю, дорогие мои. Спасибо, Господи.